Главный врач Северской центральной районной больницы Манолис Ананников рассказал об эпидем-ситуации в районе. На сегодняшний день обстановка в районе крайне напряженная. Медицинские организации испытывают колоссальную нагрузку. Медики работают на износ. На сегодняшний день ковидный госпиталь переполнен. Многие жители Северского района жалуются на долгое время ожидания скорой помощи. Одна из главных причин – увеличение нагрузки. Количество вызовов увеличилось втрое. Когда возникает экстренная ситуация, то скорая помощь всегда успевает вовремя. Недавний пример. Большое ДТП на трассе. Четыре пострадавших, в том числе и двое детей. Четыре кареты скорой помощи в течение 10 минут были на месте. Все живы, здорово привезли и оказали медицинскую помощь. Из-за этого задерживаются вызыва, когда люди ждут на госпитализацию. Из-за этого задерживаются вызыва, где люди ждут, скажем так, не угрожающие жизненные состояния. И это тоже неправильно, из-за этого я приношу извинения. Но сейчас такие времена. Трудные времена закончатся, когда большинство населения пройдет вакцинацию. На сегодняшний день мы провакцинировали 36 тысяч с половиной человек. План вакцинации для того, чтобы сделать прослойку 60% от населения Северского, 52 тысячи. Нам не достают каких-то 16 тысяч. Но это не говорит о том, что можно останавливаться. Есть районы, которые перевыполнили план. Есть районы, которые вакцинируют больше, чем нужно. И я разговаривал с ними. И у них уже ситуация на этих районах спадает. Напряженно спадает. Люди меньше болеют. Отношения к вакцинации в обществе очень неоднозначные. Многие люди не верят в ее эффективность и считают, что вакцина может только навредить. Однако у этих слухов очень простое объяснение. Человек привился. На второй день пошел на свадьбу, там заразился. Говорят, он заразился из-за вакцины. Причем тут вакцина? У него еще, скажем так, организм еще не выработал антитела. На выработку антител после введения второго компонента вакцины нужно около двух недель. Все случаи заболевания после вакцинации отслеживаются. И в абсолютном большинстве случаев прогноз у вакцинированных более благоприятный. Заходя в ковидный госпиталь, разговаривая с людьми, которые в реанимации, которые находятся там, спрашивая их, ну вот чего вы не привились? Никто не говорит, не привился я, не привился. Знаете, как все говорят, мы сделали большую ошибку. Надо было привиться. Я уже не говорю про тех, у которых не спросят. Когда родственники в слезах говорят, вот если бы мы смогли бы убедить. В данный момент вакцинацию можно пройти без записи, просто обратившись в медицинское учреждение. Возможность привиться есть. Во всех населенных пунктах вакцины в достаточном количестве. Мы готовы выезжать в коллективы. Мы готовы организовать любую форму работы, лишь бы сохранить жизнь. Несмотря на ту нагрузку, которую мы испытываем в медицинские организации, мы готовы идти не на это, потому что понимаем, что только благодаря этому мы можем сохранить жизнь. Я лично привил всю свою жизнь. Всех своих близких, знакомых привил. И сейчас за них спокоен. Знаю, что даже если они заболеют, они это перенесут в легкой форме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!